я михаил для вас будет неинтересно здравствуйте здравствуйте как слышно как слышно прием сегодня простые вещи так вроде все сделал как печат и не очень тут мы же давно уже пару лет ведем вебинары портал процессом в зуме и у меня все никита делает то есть он включает он выключает это все записывает вот поэтому я немножко а сегодня он скобил может поэтому так сейчас сейчас включу а вот так в чате никто не писал так как видно как слышно михаил доброе утро и еще александр так я немножко затянулся включился в 10 0 1 александр написал видно и слышно отлично доброе утро ну может еще кто-то немножко подберется значит я написал письмо со старыми темами говорю какие выберите ответили три человека ответили том что давай гидравлику по формуле шизи и поподробнее и значит вот еще тема по береговой линии я когда-то рассказывал по определению береговой линии для водотока а еще у меня есть еще два варианта если водоема как-то озеро именно прям для озера когда пологий берег есть еще для водохранилища ну вот паут по для озера попросили я это соответственно скажу у нас регламент такой что 40 минут вот вы знаете это зумовская конференция потом действий на перерыв и потом вторая часть поэтому первую часть это гидравлика и и вторая часть береговая линия и в общем-то очень хорошо потому что это у нас это 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 фактически уровни воды береговую линию это там два этапа первый этап это определяем опять же уровень воды каким-то способом а потом уже используем этот уровень воды для того чтобы перейти к береговой линии и как раз для озера это актуально в том смысле что озер это разные реки разные и вообще-то довольно сильно разнообразие по второй теме и в данном случае у нас будет что у нас будет специфика то что специально для озера а потом будет специфика которая определение плана положения береговой линии это после будет после перерыва так пять человек 10-04 коллеги начали рассказываю гидравлику по форме 6 до перерыва потом действий на перерыв и потом после перерыва рассказываю определение береговой линии для озера что сейчас стало актуально как а и презентацию уже сейчас это куда-нибудь это двинул так кто еще подсоединился напишите как видно так слышно напишу тоже здравствуйте вот а мы погнали по форму решили а вот этот я ушла и рассказал что вот было три вопроса первый вопрос вот мы сейчас будем рассматривать форму шеи вторую про береговой линии я написал озеро водохранилище я не осилю наверно оба а если осилю то можно и водохранилище тоже показать и потом вот еще построение аналитической эмпирической кривой программе excel и аналитической теоретической такая простая темка но я не подготовился поэтому я это не не успею еще не рассказать итак поехали первую тему некоторая связь между разными гидрологическими гидравлическими морфометрическими параметрами водоток форму шеи применима только для водотока она молчаливо подразумевается для установившегося режима и это нам для изыскания не надо потому что это там молчаливо зашито в самом расчете по форме шеи мы как бы об этом не вспоминаем вот и она молчаливо подразумевается для равномерного движения или такого квази равномерного движения и вообще это хорошая тема потому что мы еще сейчас как раз и обсудим сначала граниты применимости форму шеи и то что я сейчас сказал там про установившись равномерно это не так ну как это важно но это как бы по умолчанию а еще более важны другие ситуации и что же это за связь нас искомом ведь я перевернул ну как бы вывернул немножко нетипично написал эту формулу даже без степеней без произведения не как формула просто как зависимость что у нас что у нас искомы и результирующие слева это уровень воды а справа это определяющие факторы то есть функция от расхода функция от уклона площадь поперечного сечения о на зеля написал доброе утро ура и кэссам 420 вот таким образом завязаны эти характеристики между собой и прям сначала еще прям как самое-самое-самое отступление еще как бы это еще не сам метод не сам алгоритм не сами действия наши а просто само понимание что это такое а вот как раз это связь и чаще всего это выражается в виде не связи с другими характеристиками которые были на предыдущей формуле а связи с расходом поэтому и говорим q от аж подразумевая что это что подразумевая что это q является функцией от аж где q это расход аж это уровень мы понимаем что только что на предыдущей формуле было написано что это не так что это у нас аж равна функции от q и что расход он как бы идет в реке и он уже приводит уровень воды как результат то есть у нас аж равна функции от q или еще это называется гидравлическая кривая или еще это называется ну кривая связи расходов и уровень воды очень по-разному она называется но смысл в том что это вот таким образом мы можем видеть ее в виде кривой здесь даже отмечены красные точечки потому что мы то на самом деле сначала ее должны построить то есть мы сначала рассчитываем строим вот эту вот эти точечки которые красненькие в поле координат между расходами и уровнями воды а потом соединяем эти точки получаем кривой это вот первый самый длинный большой этап строим кривую а потом уже используем эту кривую используем как а мы уже задаем расход тот который у нас уже есть или он просто есть в руках или у нас нами рассчитан в общем уже в нашем расчете в отчете по гидрометно-сканям он уже есть мы задаем расход любой максимальный а тут у меня даже два десяти процентов опечатка да но это вот средний в общем любой расход какой зададите вы используя эту кривую как лекало как переходную функцию мы видите бац 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 синенький дошли до этой кривой и сняли соответственно уровень это можно делать непосредственно прямо на графике графически можно там мало кто так делает аналитически выразить эту кривую и соответственно уже заходить в уравнение и подставлять расход и получать соответствующий уровень вот это вот еще не мы это еще пока не делаем я пока еще рассказываю что мы будем делать так и вот мы уже перечисляем здесь перечисляем те характеристики и соответственно теперь смотрите теперь нам для того чтобы обосновать построить вот эту вот кривую связи которую я показал на предыдущем слайде нам сначала надо найти исходные данные те соответствующие которые как раз входят в эту формулу которые вот как раз вот завязаны между собой соответственно вот они здесь и перечислены вот расход уклон шероховатость здесь вот площадь поперечного сечения а и скорость сечения написал вопросик почему а потому что казалось бы что тоже оно здесь завязано если очень долго потому что я постараюсь сейчас уложиться в 40 минут вот и как бы это будет вот настолько мы погрузим сейчас расчет по формуле шизи насколько мы можно успеть чтобы положиться полностью в 40 минут поэтому вот если бы мы медленно все это обсуждали мы с вами выясняли а как же скорость если она в этой формуле как она там связана вот и там если очень коротко очень коротко то такой очень смешной вывод сейчас скажу может быть он сейчас не ляжет это надо может быть медленно все это обсуждать заключается в том что скорость тоже ориентирующая вот в этой взаимосвязи всех остальных характеристик мы получаем уровень и так же получаем скорость скорость тоже ответ скорость тоже результирующая характеристика которая получается из взаимодействия того что идет расход расход идет по уклону ведет при соответствующей ширковатости по соответственному пересечению и результатами является уровень и скорость вот поэтому кстати если бы мы занимались темой скорости то тоже об этом как-то говорили поэтому скорость мы вообще-то здесь вычеркиваем потому что скорость очень интересно скорость не определяет уровень воды потому что вся эта компания вот этих характеристик она определяет уровень и она определяет вот и сейчас вот еще опять еще микро отступление перед тем как перейти непосредственно к алгоритму я покажу прям алгоритм расчета по формуле шизи сначала таки такая гидравлическая игра вот мы рисуем эти характеристики но площадь поперечных сечениям здесь подразумеваем есть уклон но есть расход который вот идет сверху есть некая характеристика коэффициент сверховатости но который чуть-чуть успеем поговорить сегодня и у нас видите есть результирующие есть результирующий уровень и резерве скорость и вот теперь давайте поиграем чем с вами сделаем смотрите чем с вами сделаем мы увеличим расход ничего остальное не меняется мы просто увеличиваем расход ну например там пошел паводов половодия просто повышение расхода открыли затвижку как изменится уровень смотрите вот бы уровень такой если расход увеличиваем потому что смотрите этот вебинар вот подробно да подробно я три раза делал вебинар по гидравлике два раздел чисто по гидравлике точнее один раздел по гидравлике один раздел по расчетам уровня воды и была внутри зашита гидравлика и один раздел 3 еще вебинар делал который назывался зона затопления и там зона затопления там внутри были зашиты и методы и в том числе был метод который пошли и там вот мы медленно это разбирали поэтому сейчас за 40 минут к сожалению поэтому что поэтому не получится диалог так бы мы говорили бы я даже домашние задания давал я говорил а вот давайте попробуйте посчитайте и поизменяйте поизменять расход но это правда при так вы надо изменять поизменяйте категориковатости уклон площадь перечень сечения посмотрите как будут изменяться кривые связи это квадаж как в этом нет между собой я немножко вам это покажу но уже не получится в активном диалоге потому что так бы вот я вас спрашивал я спрашивал так что будет ли увеличится расход вы бы так сказали бы обсуждали бы думали и поняли бы а уровень увеличится витек от пунктирникова перешел к синенькому жирне а чтобы будет слил и расход уменьшиться ну уровень уменьшится я это в общем то довольно понятно это кстати в вид наводнение такого да когда расход увеличивается и вот уровень увеличивается теперь играем дальше а что изменится если все снизм меняется а изменяем коэффициент шероховатости. Этот некий мифический, о котором мы сегодня чуть-чуть поговорим. Вот он увеличивается. Увеличивается коэффициент шероховатости, что происходит с уровнем воды. Ну и как может изменяться? Ну представьте, что там заросло. Вот было без травы, а вот теперь все в траве. Или там накидали камней. В общем, каким-то образом что-то там было безгрядовое дно, а потом появились гряды. Коэффициент шероховатости увеличился, соответственно, что изменяется с уровнем воды? С левой картинкой уровень воды увеличился. А если коэффициент шероховатости уменьшился, то уровень воды понизился. Это еще не расчет по форме 6. Это я просто подготавливаю логику связи между этими гидравлическими параметрами. Например, дно углубления. Вот, для этого и углубляют. Углубляют, срезают перекаты, чтобы уровень воды сели. Или наоборот, заросло и пошло к хазарам. Теперь давайте с уклоном поиграем. Давайте наклоним. Вот был пунктирчик, это то, что было. А вот уже сплошная линия, то, что стало. Если мы уклон увеличили, уровень уменьшился. Если мы уклон уменьшили, уровень увеличился. Ну, например, здесь вот увеличим, увеличим, увеличим. Опа, водопад. Струя все меньше. А здесь вот озеро. У-у-у, поднимаем, поднимаем, поднимаем. Вот, теперь площадь мы там пропустили. Про площадь тоже. Ну, про площадь просто. Смотрите, площадь мы. Увеличивается площадь, уровень понижается. Уменьшаем площадь по пересечению, уровень поднимается. Вот, довольно похоже на крестном широкого 20. Теперь, вот здесь вот такой непонятный, мелкий, длинный алгоритм выбора подходящего метода. Потому что перед тем, как перейти непосредственно к расчету алгоритмов, расчета по 6Z, сначала выясняется, что у нас ситуаций много для расчета уровня воды, для получения этих отметок. И, соответственно, методов много. И поэтому перед тем, как работать по формуле 6Z, надо сначала понять, что этот метод нам подходит. И вот это все я рассказываю на длинном вебинаре, который называется, я уже говорил, что я 3 делал, и там был как раз по разным способам расчета уровня воды, был по зонам затопления, там мы как раз пробегались по всей этой многообразии. А сегодня только у нас формула 6Z. Поэтому мы сидим где? Мы сидим в водотоках. Это не водоток, потому что для водоемов не подходит. Мы сидим в естественном течении водотока, потому что если какие-то подпоры, нагоны, зажоры, заторы, что там еще не подходит. Вот. Так. Теперь не делай первый по вашему способу, не делай одним и тем же все, не делай всегда по 6Z, а сначала посмотри, подходит ли он. Поэтому вот наш алгоритм действия по формуле 6Z внутри жизненного цикла получения уровня воды. То есть мы, смотрите, мы получаем, что с точки зрения гидрометозаскания. Ну, понимаем, что мы сидим чисто с точки зрения гидрометозаскания. Ну, или других гидрометозасканий. Но там наука к нам сейчас не относится. Мы чисто вот хотим, что у нас должен быть получиться уровень воды. Ну, и должны каким-то образом ее получить. И мы выясняем, что у нас. Это вот в том алгоритме, который длинный, что его не буду сейчас рассказывать, потому что, смотрите, например, если у вас данные, то не надо по 6Z считать. По 6Z можно проверить. Если у вас есть данные, если у вас есть пост, то вот вы по посту считаете уровень воды. Ну, и всякие другие. Поэтому к чему? Что у нас много разных ситуаций. 6Z это кусочек, кусочек. Он довольно типичный, довольно привычный, довольно такой распиаренный, довольно такой распространенный. Вот. Но опасно считать по 6Z, когда? А когда его нельзя считать, когда не надо считать по 6Z. Вот. Поэтому вот перед тем, как считать по 6Z, мы сначала понимаем, что нам надо считать по 6Z. Именно этим способом. Вот. Теперь мы сейчас перейдем уже внутрь, и мы выясним, что внутри алгоритма по форме 6Z, там еще у нас что? У нас появятся алгоритмы добычи данных. Тех самых. Добыча расходов. О, это вообще целоотдельная, грандиозная часть, да? Не часть, а вообще пурту, частичка такая. Добыча шероховатости, добыча уклона. Ну, вот сейчас мы это рассмотрим, да? И вот еще я такую картинку сделал. Это вот, я думаю, что это и в голове гидролога есть такая, подобная, наверное, картинка. Если она тяжелая, то и ладно. Но если не тяжелая, то прямо секунду, пусть сейчас мы глянем. В том, что... Ой, блин, я и 6Z-то не успею рассказать. Ну, в общем, ладно. В общем, в смысле, что у нас есть разные способы, мы сначала добываем разные исходные данные. Поэтому, ладно, не буду это рассказывать. Итак, что мы делаем? Сначала мы, условно говоря, добываем исходные данные, потом камералим, а потом проверяем то, что получилось. И, соответственно, пишем раздел в отчет. И вот, наконец-то, дошли до сути. План действий каких? Алгоритм, последовательность. Когда мы прям пишем раздел по уровню воды в том случае, когда мы эти уровни воды считаем по 6Z. То есть, по связи расходов от уровня воды. Ну, вот сейчас я его довольно быстро прокручу, потому что я хочу до перерыва уложиться. Так, итак, теорию какую-то вспоминаем. Вспоминаем, что это 6Z. Вспоминаем, как выглядит формула 6Z. Что-то такое пишем немножко. Когда присылаемся на то, что мы будем использовать эти нужные данные. И сейчас как раз эти данные-то и выбываем. То есть, у нас сейчас условно будет как? У нас будет сейчас добыча данных какие и как, где. Потом расчет непосредственно с этими данными по формуле 6Z. И потом уже результат. Получилось, не получилось. Как мы его используем, наносим. И потом проверяем. Вот общий алгоритм. А теперь идем по детальному алгоритму. Это вот показываем створ. Видите, это даже не именно прямо расчет по 6Z. А это расчет 6Z у нас внутри. А сейчас я вам немножко даже больше рассказываю. Это компоновка главы по уровню воды. В том случае, когда мы считаем 6Z. Поэтому был первый пункт. Теория 6Z. Второй. Где находится? Здесь отдельная тема. Морфоствор. Сейчас мы до него дойдем. А, и тут у меня уже сразу пошел морфоствор. Итак, среди тем, что мы показали, где это находится. О, теперь нам надо добыть вот эти 4 исходных данных. Морфоствор, уклон, коэффициент широковатости и расход. Ну, с расходом просто. Даже вообще ничего рассказывать. С расходом мы где-то должен быть. Скорее всего, если это у нас в отчете по гидрометозысканям, то расход у нас уже сосчитан. И поэтому, соответственно, в этом случае у нас глава по уровню воды должна находиться после главы по расходу воды. Потому что расходы воды уже сосчитаны. И поэтому мы расходы берем. Какие? А вот именно те, которые нужны. Зависит от того, какие нам уровни нужны. Если нам нужны уровни максимальные, соответственно, берем соответствующий максимальный расход. Из главы по расходам воды. Если нужны средние, значит, берем средние. Теперь. Так, сейчас я посмотрю. У меня здесь пошел уже морфоствор. Так-так-так-так-так-так-так. А, ну да, все, морфоствор. Давайте морфоствор. Морфоствор – это отдельная тема. Поэтому детально не расскажу. Есть специальные способы. Логика назначения морфоствора. Сначала в плане. Если очень коротко, то морфоствор должен быть поперек того, что течет. И если мы считаем уровни воды, которые вот меженны, или средние, или которые в бровках, то морфоствор должен быть поперек русла. Потому что в русле вода течет. Ну, или даже не поперек русла, а поперек воды, которая течет в русле. Потому что она может течь не совсем поперек. В общем, это отдельная большая тема. Тема, как назначить морфоствор. А если же у нас интересны наивысшие уровни воды, то, соответственно, у нас уже идет при затопленной пойме, там свое движение, затоплена пойма, идет по пойме, соответственно, мы должны нарисовать поперек поймы. И даже не поперек поймы, а поперек текущей воды. И они могут быть ломаные, они могут быть всякие хитрые. В общем, морфоствор не успею сейчас рассказать, потому что мы хотели за первую половину рассказать все. Поэтому, где берем морфоствор? А, и вот морфоствор, коэффициент ширковатности, уклон и расходы воды. Ну, расходы воды мы уже сказали. И теперь, значит, идем дальше. Идем, идем дальше. Морфоствор. Где берем? Вот опографистого плана, сами в поле, по возможно, более крупному карту. Поперек долины или в наиболее узком месте. И это может быть разные вещи. Поэтому не буду сейчас останавливаться, правильно? Теперь, что нам еще здесь нужно еще? Вот собираем исходные данные. Пункт 3. Пункт 1. Теория. Пункт 2. А где расположен? Пункт 3. Вот собираем эти исходные данные. И потом компонуем их в табличку. Перечисляем все исходные данные, которые удобно иметь под рукой, потому что прямо их видит читатель, эксперт, еще кому нужно. И мы на них тоже посмотрим и их используем для того, чтобы их потом считать. Поэтому, соответственно, собираем их в такую табличку, где как раз их перечисляем. Которая шероховатость, уклон. А, ну здесь расхода у меня нет, а может быть здесь какой-нибудь другой пример будет. Вот. В общем, собираем, собираем, собираем. Теперь уклоны. Уклоны. А где берем уклоны? Вот где добудем? Ну, есть такое типичное заблуждение, что типа уклон должен быть измерен в поле. Про уклон можно тоже целый час рассказывать. Но я скажу самое главное, это то, что измеренный в поле уклон часто это совсем не годится для расчетов. Особенно для расчетов максимальных уровней воды. Вот. Поэтому здесь у нас есть по полевым работам. Но все-таки чаще всего. В общем, это тоже целая тема. Какой уклон брать, какой не брать. И в никоем случае не используем таблицу B13. Счастье в том, что он уже не проект, да, уже принят новый СП по гидросчету. Там эту таблицу B13 слабого убрали. Вот. Но ни в коем случае никак. Не то, что ни в коем случае. Но очень опасно брать из поля. И вот здесь я демонстрирую это тем, что те у нас меженные. Потому что поле у нас чаще всего мы не в половоде, не в поводах, да, не в высокую воду, а в низкую. И часто мы что-то измеряем, измеряем. А этот уклон он такой ломанный, он такой волнистый, он такой хитрый. Поэтому полевой. Вот хорошая картинка, что у нас может получиться так, что когда межменный поток описывает все неровности рельефа в продольном профиле, то он то большой, то маленький, и ни тот, ни другой нельзя применять. Надо и брать или длинный участок, или же просто на самом деле брать уклон не по водотоку, а брать уклон в целом по долине. Вот. Ну, в общем, это тоже отдельная такая тема. Вот. И вот тут вот я привожу всякие картинки для того, чтобы показать, что вот это можно брать вообще с разных материалов. Разных, разных, разных. Вот. Теперь будем считать, что проклон закончили. И теперь коэффициент шероховатости. Коэффициент шероховатости такая неведомая вещь, которая определяется у нас так, что есть таблица B12 в SP331-2003, которую почему-то некоторые называют таблицей Срибнова. На самом деле это таблица Иосифа Филипповича Карасева. Вот мы в нее и заходим. Вот она, эта таблица. Мы в нее заходим и читаем ее снизу вверх. Мы читаем снизу вверх, потому что, если видите, мы должны назначить коэффициент шероховатости по словесному описанию. Соответственно, у нас должно быть или в поле мы должны быть, или фото должны быть. И даже очень хорошо в отчет привести это фото, для того, чтобы читатель посмотрел и сказал, ну да, согласен. И читаем снизу вверх. Почему? Потому что, если это у нас довольно часто, у нас уровни воды сводятся довольно часто. Это уровни воды максимальные, наивысшие. А для наивысших уровней воды это поле незнания. А, еще такая вообще грандиозная вещь, но пока не смогу ее доказать, но чисто голословно, что точно никогда не бывает. Точно и вообще никогда не получится. Мало того, это не то, что вы не сможете получить то точное значение, которое существует в природе, а вы к нему стремитесь, к этому наивысшему уровню воды. А еще клеще, что его вообще в природе не существует. Это некая мифическая такая вот вещь. Вот поэтому, поэтому есть диапазон, который тоже вообще-то мифическая вещь, но все-таки это более понятно. И диапазон типа страшно мыслить им, страшно передавать его проектировщику, и вообще это у нас не отработано сейчас вот среди изыскателей и проектировщиков. Поэтому что мы делаем? А мы в этом диапазоне, коллеги с вами, мы стараемся попасть в верхнюю часть этого диапазона. Потому что правильный, то правильный. Не существующий правильный значение. Но может быть и здесь, и здесь, и здесь, и здесь. Если у вас большая река, то точность в определении ваших наивысших уровней воды это плюс-минус один метр. Да, это страшно думать, да, я понимаю, что это не ложится, но вот именно так. Поэтому вот этот метр, вот он спокойно там и болтается. Туда-сюда, и поэтому нам нужно дать его выше. Почему? Потому что если будут строить мост или под что вы делаете изыскание, то вот лучше перебдеть. Лучше этот метр, который в пределах, потому что может быть точное значение вот это и здесь, и здесь, и здесь. Поэтому мы даем вот это. Поэтому, переходя обратно к коэффициенту 6Z, мы этот коэффициент 6Z должны взять из диапазона возможных коэффициентов 6Z вот побольше. Потому что который, хотя он тоже соответствует природе. Почему? Потому что смотрите, мы читаем эту таблицу снизу вверх, и если мы где-то уже нашли что-то похожее, там, например, на 0,080, мы уже не читаем на 0,65, потому что здесь тоже будет похоже. Похоже будет и соседние этапы будут. Поэтому мы берем нижний. Так, надо бежать, потому что коэффициент 6Z. И, соответственно, смотрите, что будет происходить. Кривая, мы уже помним эту кривую связи между расходами. А что-то у меня здесь расход не подписан. Надо писать расходы. Вот. Она будет меняться. И мы вот на длинном вебинаре по гидравлике все это делали, играли сами. Вот. Соответственно, собрали исходные данные и перечислили эти исходные данные. Каким-то способом, да. Я вам показывал это одним способом, это еще другим способом. Про морфоствор я вам рассказал. А, и опять морфоствор. Вот. И теперь, наконец, считаем. Когда мы собрали все эти исходные данные, 4, да. Морфоствор, расход. А, ну, расходы разные могут быть. Коэффициент шероховатости и уклон. Вот мы их собрали, и теперь начинаем считать. Что можно оформить в виде какой-то вот такой таблицы. И как мы, вот это уже как бы мякотка, вот это вот кусочек, который, а как непосредственно прямо считать? Как вот построить эту кривую? Мы, для того, чтобы построить кривую, мы считаем отдельные наполнения. Мы считаем отдельные точки при разном наполнении. То есть, вот смотрите, вот. Разбиваем снизу вверх. Такими вот линиями условно. Но это в голове, да. Это мы не показываем. Что вот, говорим, будем, какой-то малый доток, там 12,4, с каким-то шагом, так, чтобы от нынешней отметки до возможного, вот мы говорим, вот-вот там будет у нас, вот если мы будем строить полную кривую, от минимального и максимального, вот там где-то выше максимального. И потом этот диапазон разбиваем, ну, примерно, скажем, на 10 шагов. На 10 таких вот диапазонов сверху вниз. Так, и вот видите, вот 12,5 вот так. И у нас, смотрите, что получается. У нас получается, что при каждом наполнении снизу вверх у нас получаются площади по пересечению и ширина поверху. А вот, тут у меня тоже есть площадь по пересечению и ширина. Здесь маленькая площадь, здесь маленькая ширина, здесь большая. Ага, и таким образом мы заполняем первую табличку, которую я показывал. Сейчас еще раз ее покажу более полную. А вот это первые столбцы. Смотрите, у нас есть уровень или отметка. Смотрите, это гипотетические уровни. Это не конкретно, чтобы вода сейчас так течет. А вот при таком уровне она бы вот так текла. При таком-то уровне у нас площадь пересечена 0,0, а выше у нас ширина площадь побольше, ширина побольше. И таким образом мы заполняем таблицу снизу вверх, ну или там сверху вниз, если вы используете там какой-то способ. Так, коллеги, за 10 минут сейчас закончим. Вот, заполняем, заполняем, заполняем. Смотрите, отметка, площадь, ширина. И тут появляется формула площадь и ширина, получаем среднюю глубину. О, средняя глубина у нас есть. Ну, сейчас мы до этого дойдем. Смотрите, для разных наполнений. Это еще кривая площади. А нам надо в результате получить кривую расходов, связь расходов с уровнями. Вот. И вот дык-дык-дык, строим, 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 строим. Так. Это мы среднюю глубину сосчитали. Теперь назначаем коэффициент шероховатости. Откуда? Из таблицы B12, SP301,2003, коэффициент шероховатости. И считаем коэффициент шизи. У нас глубина есть средняя. Средняя глубина степень 1,6. Это разные функции. В общем, если долго, то можно тоже долго рассказывать. Но если коротко, вот, поставили эту формулу, получили коэффициент шизи. Для средних водотоков будет 50, для больших водотоков будет больше, а для малых, вот, меньше 50. Для проверки. Дальше делаем следующий шаг. Шаг какой? Мы коэффициент шизи сосчитали. Теперь. Уходим вот в эту. Это тоже как бы формула шизи, просто она такая неполная. Она для скорости. Теперь глубина у нас есть. Уклон. Уклон, помните, мы его тоже уже получили. Вставляем в эту формулу, что корень из средней глубины на уклон умножаем на коэффициент шизи. Получаем скорость. Опа, заполнили этот столбик с таблицей. Теперь смотрите. Есть скорости. Скорости при разных наполнениях. Вот здесь у нас отметки, а здесь скорости. Можно построить кривой, если надо. И так вот, когда в школе, в УЗИ учат, и тоже заставляют эту кривую строить. И теперь что мы делаем? Теперь вот эта формула последняя. Мы для того, чтобы получить расход, площадь у нас уже есть, и скорость мы сосчитали с вами, вот по этой формуле. Перенажаем это на другое, получаем расход. И получается у нас первый столбик и последний столбик. Это и есть та самая, при разных отметках, соответствующий им уровень расхода. Последний столбик. Ну и соответственно, зарисуем. А, ну и тут еще раз, что-то показывает, что там, например, если менять одно, менять другое. И вот здесь как раз я привел даже все три эти типичные наши кривых. Вот эта кривая площадей, как промежуточная, мы его отчет обычно не показываем. Кривая скоростей, как промежуточная, тоже обычно не показываем. И кривая расходов. Расход вот наши искомые. И вот эту кривую, это уже была такая картинка. Помните, мы ее используем. То есть мы ее закончили строить. Теперь мы ее используем. Мы берем соответствующий нужный расход. Динь-динь-динь. До кривой. И получаем соответствующий уровень. И, соответственно, ну вот так-то так оформляем. Опять у меня здесь видите на процентная ошибка. Так, и все, записываем табличку. Обычно, да? Если в отчете это. Ну или в таком виде, видите, всякие, я воткнул из разных отчетов, там всякие разные результаты. Это что? Это вот таблички расчета. Расчета. Ну то, что все, я сейчас только что показывал, это так вот на пальцах. А на самом деле это реализуется в виде таких табличек и в виде вот уже результирующей кривой. Что мы здесь дошли, докуда мы? Мы собрали данные, мы сделали расчет пропускной способности и построили кривую пропускной способности к функционалу. Видите? Теперь берем расход, те необходимые, из раздела по расчету расходов воды. Должен быть написан тут раздел какой-то. По расходам. И теперь по этой кривой снимаем. Это я тоже вам рассказал. Теперь формируем результирующую таблицу. Вот. Результирующую таблицу. А, ну это я просто показываю там, например, тоже разные виды представления. Иногда без... Ну в общем, не факт, что именно так надо делать. И соответственно рисуем результирующую таблицу. То есть у нас есть расходы и им соответствующие уровни. Ну и, например, это может быть оформлено в виде таблицы или может быть оформлено в виде перечни. В общем, каким-то таким образом, который удобен для чего? Для того, чтобы был понятен вам, чтобы был понятен читателю, чтобы можно было передать, использоваться или проектировщику. Наносим на результирующую уже. И это, кстати, уже не шизи. Это мы любым способом могли получить эти уровни и тоже как результат можно предположить сюда. Я это показываю сейчас в виде такой смешной картинки экселоской. Это что? Это уже зависит от взаимодействия с потребителем. Потребителем, как у вас в ТЗ было прописано, как вы с ним договорились, формально, неформально. Мы им представляем. Возможно, это какой-то трасса. На этой трассе много пересечек. На каждой пересечке вы относите соответствующие уровни, те, которые интересны. Вот. Итак, что мы вот уже добежали, нанесли на морфоствор, да? Не обязательно. Делаем выводы рекомендации по уровню воды. И это тоже уже не шизи пошло, на самом деле, а это уже пошло в любом случае, в любом случае. Получили. Вот делаем выводы, говорим, что вот они такие-то, как это должен проектировщик использовать, соответственно, для своего проектного объекта. И вот я показываю для разных отчетов разные выжимки. Вот. Д-д-д-д-д-д по уровню воды. Так. И как это может быть в взаимодействии с проектным объектом? Так. Даже в виде, может быть, картинки. Видите, здесь я переселяю не просто уровни, а еще и раз. Даже не просто уровни, а еще и отметка даже низа льда. Вот. Ну, это не обязательно какая-то картинка, но, в общем, довольно удобно и для себя, и для, может быть, читателя, там, проектировщика, потому что иногда бывают там интересные вещи, бывает, что иногда, бывает неочевидные вещи, бывает, что там, например, линия на мылу, она может быть выше, чем нынешний уровень воды. Может быть, да? В разных случаях. Так. И затем что делаем? Затем смотрим, а можем ли мы проверить другими способами то, что получили по 6. Какими способами? Тут секрет заключается в том, что перед тем, как считать любым способом, крайне желательно вообще сообразить без расчета, какие там уровни вообще, ну, например, если мы говорим максимально, наивысших уровней воды, а какие они там вообще? Вот как-то по меткам высоких вод, по каким-то вопросам местных жителей, по какой-то ширине пойма, по растительности, по вообще неформализуемым. Нам мы должны понять вот вообще какой результат. Для чего? А для того, чтобы вообще видеть, а какой наш результат будет правдоподобным? Для того, чтобы не получилось так, что у вас по расчету получилось, что наивысший уровень воды остается в броках. И вы потом бы ни о чем не думая, сказали, а, ну вот, хорошо. Нет, так не может быть. Ну, или может быть, но это надо очень-очень обосновать. Потому что мы понимаем, что если у нас пойма, то в пойму должна затапливаться. И она не может затапливаться, скажем, на 50 метров. Нужно еще какими-то другими, любыми другими способами. Смотри большую таблицу, где перечислены разные способы. И теперь проверки. А, мы закончили. Закончили, значит, действовать по плану. Здесь у нас было и вступление. То есть это даже не столько 6-зит, потому что 6-зит у нас где-то вот здесь в серединке. В серединке вот здесь. А сколько вообще в целом глава по уровню воды в том случае, когда мы делаем по 6-зит. И 4 вида проверки. Проверки. Значит, на продоподобность. Это я уже рассказал. Мы просто вообще смотрим. Хорошо, если мы заранее знаем, как что-то должно быть правильно. Вообще, то ли оно. Теперь, чисто проверяем на ошибки. Коэффициентки, формулы. Заказчик. А он говорит, а вообще торлимит отдал. Что это значит? А это значит, что вы считали, 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 а он потом говорит, все отлично, вы считали. Но вообще-то мне нужны были минимальные уровни. А вы мне дали очень правильно, качественно, максимально. А, это не про это вот проектировщик так думает. Проектировщик так думает, могу ли я это использовать? Все то ли далее. А формально он говорит, что написано в ТЗ? ТЗ написано, вот все виды уровней. Максимальные, минимальные, средние. А вы такие, да что тут только максимальные, опасные, поэтому я только их делаю. А он говорит, не, я же тебе плачу за все, значит, давай все. Ну и вообще тоже, это на самом деле проверки не столько по ШИЗИ, сколько вообще для любых способов, когда мы сочетали уровни. Так, и все, коллеги, я уложился. Осталось полторы минуты. Какие мысли? У нас две части сегодня. А, ну вот сейчас еще раз перейдем сюда. Первая часть, это вот я рассказал по форме ШИЗИ, желательно поподробнее, но очень поподробнее, коллеги, это вот надо отдельно разделать, там на, там на 10 часов хотя бы. И там мы прям поподробнее сделаем. Вот. Какие мысли? Было ли что-то понятно? Сейчас у нас будет 10 минут перерыв, а потом еще на 40 минут мы встречаемся, я рассказываю определение береговой линии и показываю это на примере озера. Коллеги, кто тут дословил досюда? Напишите, какие мысли. Михаил, все понятно. Ну, конечно, мне все понятно, но я проходил весь большой вебинар. Ну вот, вот пришли все те, кому это и не нужно. Ну, может быть, по озеру будет интересней. Александр, спасибо, все достаточно понятно. Отлично. Во! Скажите, пожалуйста, форум 6 использует зону подпора для расчета расходов через уровни. Нет, не использует. Точнее, там использует, но по-другому. Полезно, тем не менее. Позже интересно, с вами присылали социальные данные. Александр, а я вам...